Для работы пожарным требуются крепкие спортивные ребята, потому что эта работа требует много физической силы и выносливости. Этот парень показывает на своем примере, как совмещать сложную работу и тренировки. Уверен, вы многому от него научитесь. Обязательно подпишитесь на его канал. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня мы с Андрюхой пришли в зал и мы расскажем вам, как пожать подростку сотку полетели. Ну что, Андрюх, скажи свой вес, рост, возраст, сколько занимаешься и вообще нигде занимаешься. Занимаюсь я полтора года, один год, наподобно, полгода в зале, мне 15 лет. Мой рост где-то метр восемьдесят два, вес где-то семьдесят с чем-то килограмм. Семьдесят с чем-то килограмм. Что, семьдесят пятьдесят пятьдесят пятьдесят? Что? Парень говорит, короче, весит семьдесят килограмм, он восемьдесят. Я даже не знал. Причем я семьдесят, вижу тут все правильно. Ну что, заветная сотка для Андрюхи. Андрюх, готов? Да, нет. Как думаешь, пожмешь? Пятьдесят на пятьдесят. Да? Ну давай, погнали. Вот если что, пять, пять, десять и двадцать. Ты что, Андрюх, расскажи вообще, по какой программе ты занимаешься, сколько у тебя изначально жим был, как ты его поднял вообще, сколько сейчас и вообще, сколько в зале занимаешься именно жимом. Дальше я делал седдесят килограмм жим и где-то делал раз в пять. Сейчас я делаю сто килограмм. Поднял я это за два месяца жим, потом я занимаюсь всего лишь два месяца. Офигеть. И программа какая у тебя? Делал я обычные жим, штанги, шесть подходов и делать от восьми до десяти повторений, потому что я старался и накачать, и увеличить силовые. Потом я делал сиденье гантелей и тоже где-то от восьми до десяти. И на наклонной скамье на верхнюю часть груди тоже шесть подходов и тоже от восьми до десяти. То есть ты потихоньку делал по восемь повторений, да? И у тебя со временем рос вес. То есть шестьдесят килограмм, да, делал потом шестьдесят пять на восемь, там семьдесят на восемь. Блин, ну вообще красавчик. Короче, в первой попытке Андрюха слишком узко взялся. Поставьте пацана Андрюхе сотку, пусть попробует второй раз. Надо немножко пошире взяться, и тогда нормально будет. Я думаю, пожмет. Андрюха, с какой регулярностью нужно делать жим? Сколько вообще по времени? И сколько раз в неделю и так далее? Расскажи. Ну, я делал пять дней в неделю. Пять дней в неделю? Каждый день? Четыре. Не, ну просто я восстанавливаюсь очень быстро. Работало, то есть за два месяца? Офигеть. Давай-давай-давай, хорош, изи-изи. Даже 105 пожмешь. Что, в глазах потемнело? Андрюх, важный вопрос. Че колешь? Я колю какао. У нас, походу, все подростки тут в Эстонии рождаются с адреналином каким-то, с стероидами в крови. Просто уже с рождения такие. Андрюх, что по питанию вообще? Я все, что угодно ем. Все, все, что вижу. Ну, а сколько в день ты ешь вообще? Какая пища преобладает и так далее? Скажите, можно преобладать больше, чем белковая. Белковая? Серьезно? Ты углеводов мало ешь? Я говорю, я все ем. Ну, а сколько раз в день вообще? Ну, раз в четыре. Четыре-три. То есть, и в основном белковая пища, там яйца, да, грудка и так далее. Чего ты тогда весишь 78 килограмм? Потому что я поел только что-то. Офигеть, мощно. У него сразу же анаполизм бахает, когда он поест. Вообще, мощно. Чай, да. Ну, друзья, 90 на штанг. Сейчас я попробую сделать 90. Блин, у меня сложно идет, но посмотрим. Может, пойдет? Раз, два, три. Хорошо, ну, сад. Я настолько дно в жиме, что это бесец вообще. Андрюх, что опять попробуешь? Не, потому что. Ну, попробуй. Под штрафой. Вдруг пожмет. Давай, давай. Нет, держать. Андрюшке не пошло, но потенциал есть, поэтому через пару недель до 105 пожмешь. Ну, что, друзья, мы потренили 2 часа. Теперь идем домой. Кушать. Че, кушать будешь? Я все, что вижу. Все, что видит. Вот, поэтому вы тоже, я надеюсь, уже покушали, пока смотрели ролик. А так, подписывайтесь на нас, ставьте лайк этому видео, репостик делайте. Пока. Слышь, ты, бородатая чучела, я твой хейтер. Меня зовут Вовочка, мне 9 лет. Тебя не существует, поэтому горит. Дорогой Дед Мороз, в эту новогоднюю ночь я хочу писать научись. Уважаемый Дедушка Мороз, в следующем году я хочу накачаться и стать похожим на тебя. Прошу, осуществи мою мечту. Твой друг Денис. Вот это то, что надо. Это я могу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова